В ВКонтакте выпустили новую версию мобильного приложения для Android, также для iPhone, но у меня Android, поэтому мы с вами сейчас подключим к домашненькому Wi-Fi и будем делать обзор на мобильное приложение ВКонтакте. Мы заходим, открываются сообщения и раньше такого не было, вы сейчас видели, вот здесь была вот эта вот фигня, типа соединение установлено, вот честно у меня раньше такого не было. Итак, сразу, что мне не нравится, вот у вас, значит, вот эта вот фигня, да, ну у вас не сообщения так-то открываются, и вот у вас, значит, что-то открылось, вам нужно, помните, вот как, ну, в раньше версиях просто вот так отодвигаешь, короче, пальцем и здесь вот высвечиваются мои друзья, мои сообщения. Так вот, я могла в прошлой версии сделать тупо вот так, и оно все бы уже сделалось. Сейчас нужно тупо под... вот это, ну, очень неудобно, потому что когда ты вот так вот идешь по улице, именно вот за уголочек вот так вот тянуть. А, да, даже не так, вот смотрите, короче, нужно прям за уголок потянуть, чтобы вот это открылось. Раньше можно было сделать тупо так, и все бы открылось. А вот так сейчас, пшшшш, теперь нужно за уголок тянуть. Но разработчики ВКонтакте для таких людей, как я, которые вот это вот бесит, вот это вот все. Сори, ребят. Нужно просто нажать, короче, сюда, но это действует не всегда. Это не действует в таких случаях, когда вы в новостях, ну, вот смотрите, вы в новостях, то есть, и где-то здесь. Нажимаете, значит, сюда, хотите вернуться на вашу страничку, не тут-то было, вы должны еще нажать. Ну, короче, а если вы вообще забрели в темный лес, например, например, там, где есть комменты сейчас, заходите, вот, это у нас группа Катя Клэп. У нас здесь вот лайки поставили, да, вы захотите посмотреть, что это за человек, кто поделился, интересно, заходим к этому человеку. И теперь вы хотите тупо вернуться на свою страницу, но так как вот так вам неудобно, вот, за уголок тянуть, вам приходится нажимать тысячи раз, вот так вот. Но это ладно. Я думаю, это не сложно, но все равно это и есть основной минус. Вы заходите на свою вот эту страницу, здесь все как обычно, ребят, ничего не изменилось. Но также, смотрите, вот вы выложили какую-нибудь запись на стену, фоточку. Так, помните, дайте, вот, раньше вот этот вот кружок, который, ну, вот, открывательный, он был толще, сейчас он стал меньше. Тоже я сразу заметила, а потом, раньше, когда вот так оттягиваешь, вот, свою страницу, вот здесь такая, большой белый промежуток, было написано, типа, обновляется, что-то такое. Сейчас, короче, просто так делаешь, и здесь вот на синенькой фигне пишется обновление, и вот эта вот фигня большая, она уже не отодвигается. Дальше, новости, чем изменились? Новости, новости, ничем не изменились. Также вот здесь будет написано обновление, также все, короче, ладно. Ответы также, вот, сообщения. Я вам здесь уже все показывала в сообщениях. Друзья, также у вас 22 в сети, 104 друга, ну, вот здесь вот можно выбрать лучшие, друзья, родственники. Короче, как в прошлых версиях, ничего, в принципе, не изменилось. Немножко подглючивает, но не очень сильно, и... Хочу еще сказать, что неудобно, это вот здесь вот как бы все не умещается, даже если взять не так, как я сейчас держу, а вот так. Как-то непривычно, потому что раньше так не было, а сейчас так, и это как-то не очень круто, ну, я думаю, нужно привыкать, ну, я вот лично, да. Я лично не сразу, я вообще немножко была огорчена, когда переустановила это приложение, немножко мне неудобно было. Хорошо, ну, как бы сейчас тоже не очень, но я привыкаю пока что. Ладно, пусть будет так. Фотография. Мм, вот еще отличительный такой знак, ну, здесь фоточки, все как обычно, короче. Вот, альбомы, и здесь, ладно. Видеозаписи. Вот у вас какая-нибудь видеозапись. Не включайте, сейчас оцените, и вроде все как и было так. Как учились в школе. Подождите, друзья, посмотрите, вроде раньше было не так красиво, сейчас покрасивее вот это вот качество. Раньше у меня лично высвечивалось вот здесь. В каком качестве вам выдать? И я выбирала. А сейчас, то есть, ну, эта фигня не высвечивается, и вы тупо можете выбрать. Вот если у вас там трафика мало, выбирайте там 240. А вы как? Я первый спросил. А еще вы вышли на 2 см, ели стемплер на обед. Что за бред? Не бред? Вот это видео. Дальше идут аудиозаписи. Все так же, ребята, ну, тоже вот так обновление. Ну, короче, обновление теперь везде так. Раньше на андроиде вот этой вкладки игры не было. Теперь она есть, вот разные есть игры. Как я поняла, ну да, вот смотрите, вам высвечиваются различные магазины, из которых вы ее можете скачать. То есть, просто так онлайн вы не можете в нее поиграть, вам обязательно нужно скачать. Например, вот через One Mobile Market у меня открывается, или через English Store, а может просто через Windows Магазин. Закладки, это типа, если вам, ну, нужен какой-нибудь человек, например. Например, сейчас любовь берем человека, это, например, вот она и... И, ребят, я забыла, как это делать. Капец. Короче, как-то нужно добавить закладки. А может даже вот так, сейчас посмотрим, мы с вами, все. Если мне до меня, может, дойдет... Ну, нет, до меня не дошло, может, вы знаете, если вы знаете как, пишите в комментариях. Поиск. Вы можете найти человека, например, вам нужна какая-нибудь Анна, вы ищите Анну. Вам открываются все вот эти Анны. Сначала самые знаменитые, потом не самые знаменитые. Но также у вас есть поиск сверху. Вот он. Вот он, поиск. Ну, здесь, по-моему, только ваши люди, хотя... Хотя, сейчас мы узнаем. Здесь тоже... А, ребят, это, короче, поиск по вашей странице. Да, это, короче, не... Не чтобы расширенный поиск. Это тупо поиск по вашей странице, кто вам нужен. Так, дальше идут настройки. Все так же, как и было. Также здесь пишешь выйти, выбираешь. Ладно. Здесь у нас группы высвечиваются. Дальше. Вот что у меня удивило. Вы хотите отправить куда-нибудь сообщение, например, сюда, да? Также он сжимается на вот... Ой, сори. На вот эту скобочку, как это называется, я не знаю. Вам нужна фотография, да? Вы загружаете из галереи. И у вас открывается... Помните, да, раньше, что было? Раньше просто открывалась ваша галерея. Вы выбираем что-то. Сейчас открывается такая фигня белая. Здесь можно выбрать разный альбом. Вот у меня столько альбомов. Это все фотографии сейчас вот идут. Все. Абсолютно. А если вы не хотите долго рыскать, да, и просто... Ой, сори. И просто вам нужна какая-нибудь фоточка. Какая-нибудь смешная. Ой, ну не смешная, короче, которая вам нужна. Да, вот эта, например. Просто ее прикрепляйте. Вы можете выбрать из альбома и отправить вот людям, человеку. Грузится, конечно, долговато. Ну, это, наверное, потому что вот сейчас нормально загрузится. Вот, видите, да, вот такая маленькая, короче, окошечка. И грузит. Я думаю, это... Ну, хотя, смотрите. Ну, вот, все загрузилось. Все классно. Our head dream big. Да, блин, запятая, да. Короче, смотрите, вот, вы отправили. Также, если вы хотите прикрепить аудиозапись. Все так же, как и раньше было теперь видеозапись. Вы можете записать видео, а раньше такого не было. Это теперь как на айфоне, это очень круто, ребят. Вы сейчас можете, ну, записать любое видео, да? О, что, я записываю видео, короче. Допустим, все, да? Раньше его нужно было сначала загрузить в контакт, а потом кому-то отправить. На айфоне такого... На айфоне, то есть, сразу записываешь видео и отправляешь его. А вот сейчас разработчики ВКонтакте сделали так, чтобы вот это можно было теперь смотреть. Ну, то есть, сразу записывать, сразу отправлять, не добавляя его в контакт. То есть, его увидят только вот эти вот участники беседы или один человек, которому вы это отправили. Я очень рада, раньше такого не было. И меня очень бесило, что если ты хочешь отправить это видео определенному человеку, и не хочешь, чтобы другие его смотрели, мало ли какое там, да, видео, может, ну... Мало ли, ну, или просто ты хочешь там нескольким людям отправить. И это все очень долго, когда ты сначала заливаешь видосы в сам контакт, потом отправляешь другим людям. То есть, карту можно прикрепить, где вы находитесь, местоположение ваше, все такое. Да, документик также выбрать, выбрать файл, да. Ну, нет, ребят, простите. Вот, документик выбрать из галереи. У вас есть галерея, можно как бы сделать, знаете, в чем? Ну, в формате документа, да, допустим, вам нужна вот эта вот картинка, да, и она у вас в формате документа теперь будет вот так. Раньше она просто была, как картинка, отвертый формат документа, то есть... Ну, я думаю, вы чувствуете разницу, если вы разбираетесь в этом. Так, ладно, ответ там, насрать. Блин, я вообще рукожоп такой, ну, хорошо. Вроде бы я с вами все обозрила, и оборзела, и обозрила. Ну, да, все осталось так же, можно открыть в браузере, выбирайте любой браузер. Открывайтесь в браузере, в котором вам нужно. Мало ли вам там нужно что-нибудь сделать, да, ну, хотя она вряд ли так будет, ну, ладно. Я обычно никогда не захожу через браузер. Можно копировать ссылку и отправить ее кому-то, тем же людям, кому... Там я вот этот мусор зачем-то отправила. Вот. Ссылочку можно отправить. Потом... Ну, это все как было вроде, редактировать страницу можно. То есть настройки поменять. О, боже. Ну, что мне больше всего понравилось? Мне нравится очень дизайн. Ну, вот это, конечно, меня напрягает, но мне нравится то, как ты прикрепляешь фотку. Там так открывается красиво. Ну, короче, разработчики ВКонтакте, они доделали версию, и это очень круто. Реально, и больше всего, вот что мне нравится, я обычно часто пользуюсь тем, что я отправляю видео, и сейчас... Ага, что, зачем? И, боже, я это отправ... О, боже. Короче, как-то так, да? А теперь это видео отправляется. Вот так, вот. Все. То есть теперь, вот, у вас как бы оно не сохраняется в видеозаписях. Но определенные люди, которые вы хотите, чтобы они посмотрели это, они это видят. Если все было понятно и пригодился вам этот обзор, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, но... Всем счастья, всем удачи в новом 2015 году. Пока.